Краевые депутаты намерены пересмотреть принципы предоставления налоговых льгот предприятиям Края. С одной стороны, условия, на которых эти льготы выдавались, не всегда исполняются. С другой стороны, специалисты полагают, нынешний механизм эффективен далеко не всегда. Подробности в нашем следующем материале. За последние три года Край предоставил налоговые льготы почти на 10 миллиардов рублей. Поддержку получили нефтяные, алюминиевые, угольные компании, фермерские хозяйства. При этом власти предполагали, что такой способ позволит создать рабочие места и в целом развивать экономику. В отдельных случаях, как например с Ванкорнефтью, льготы оказались оправданы. Было освоено гигантское месторождение, люди получили стабильный заработок. Но есть и другие примеры. Летом уже прошлого года энергетикам были предоставлены льготы, но с определенными условиями заключить соглашение, что компания будет работать в интересах края. Мы должны с вами четко понимать, что не под барабанный бой подписывается нормальное соглашение. На одном из экономических форумов было подписано соглашение о намерениях, которое привело к проблемам, связанным с ферросплавным заводом. Вот конкретное соглашение вырабатывается не в спешке и не в парадных залах, а в нормальной рабочей обстановке. Поэтому, если какие-то подходы к окончательному оформлению соглашений между СУЭКом и Красноярском крае будут найдены на экономическом форуме, это хорошо. Но все эти соглашения, безусловно, будут подвергнуты анализу в рамках законодательного собрания. И в том случае, если они не удовлетворят, мы выскажем свое к этому отношение, не забывая о том, что решения как по предоставлению налоговых льгот, так и по их отмене находятся в руках депутатов. О необходимости комплексного подхода в предоставлении льгот на этой неделе говорили и в профильном комитете законодательного собрания. Рассматривался вариант о создании отдельных зон, где бы предприятия вовсе освобождались от краевых налогов, как поступает в других странах. Министерство экономики должно определить, естественно, и правительство края должно определить направление. Направление, где эта льгота сейчас на данный момент больше нужна. Ну и второй момент, на который мы обращаем внимание. Если эта льгота предоставляется, будьте добры контролировать. Контролировать для того, чтобы исполнялись наши договоры и обязательства. В ближайшие месяцы народные избранники предлагают обсудить новые направления налоговой политики. К этой работе привлекут общественность, ученых, счетную палату и сотрудников правительства.